В России с 2015 года существует банкротство физических лиц, которое позволяет освободиться от долгов в виде займов, кредитов и прочего. Но в то время как одни стараются вылезти из долговой ямы, другие пытаются на этом заработать и, так сказать, поживиться на чужом горе. Подробности у Анастасии Новичковой. С ростом популярности процедуры банкротства появилось множество мошеннических компаний, пытающихся воспользоваться проблемами должников. Рассмотрим основные уловки. Называют фиксированную стоимость услуг или назначают ежемесячную оплату. Не дают достаточно времени для прочтения условий договора. Оказывают психологическое давление, чтобы вы как можно скорее поставили свою подпись под заветным документом. Поэтому, если уж вы решили воспользоваться услугами фирмы при оформлении банкротства, то стоит обратить внимание на ее структуру и поведение сотрудников. И когда юристы, либо сотрудники этой фирмы говорят вам о том, что я простой менеджер, вы со мной заключаете, дальше вы получаете юридическую консультацию, это уже некий звоночек о том, что будет совершено какое-то мошенническое действие. Потому что заключают договоры одни барышни, либо молодые люди, потом идет консультация юриста, и далее вам обещают уже написание заявления и сопровождение процедуры банка. Так они говорят, что полностью возьмутся за дело, но на самом деле они просто отправляют бумаги в суд, и это в лучшем случае. Но при этом утверждают, что есть свой арбитражный управляющий или судья, который поспособствует быстрому решению данного вопроса. Никакая организация, никакой юрист не может вам гарантировать решение судьи. Фиксированные сроки тоже являются фантастикой. Потому что, допустим, когда подается заявление в суд, от загруженности судьи конкретного, которому попадает заявление, оно принимается к рассмотрению, а дата рассмотрения может быть назначена и через месяц, и через два месяца, и через три месяца, если судья сильно загружен. При проведении процедуры банкротства физических лиц мошенники могут использовать недобросовестные методы, включая подделку документов и судебных решений. При этом при составлении договора используются максимально общие и обтекаемые формулировки, чтобы, как говорится, не привлекли к ответственности. И если же вы все-таки решили воспользоваться услугами фирмы для оформления процедур банкротства, то стоит основательно подойти к выбору организации.